Тем временем, сегодня в Зырянке прошло важнейшее событие для спортивной и культурной жизни района. Там подписали соглашение о строительстве большого культурно-спортивного комплекса. На торжестве побывали наши верхнеколымские корреспонденты. Уже 30 лет в Зырянке нет специализированного здания для проведения культурных мероприятий. Все торжества проходят в бывшем здании Рейкума-партии, а ныне в музыкальной школе, в маленьком зрительном зале с плохой акустикой. Такая же ситуация сложилась и со спортивными баталиями. Из-за аварийности здания специалисты Центра СОЖ вынуждены проводить соревнования в спортзале средней школы. Но, похоже, в скором времени в распоряжении верхнеколымчан появится современный культурно-спортивный комплекс. Культурно-спортивный комплекс включает в себя культурно-досуговый зал, то есть зал пребывания населения, где зрительный зал, где люди смогут смотреть кино, участвовать в каких-то мероприятиях, а также спортивный зал. Это для нас, жителей поселка, праздник действительно. Торжественное подписание соглашения о строительстве культурно-спортивного комплекса в Зырянке состоялось между представителями Республиканского фонда будущих поколений и подрядчиком общества с ограниченной ответственностью «Строймонтаж-2002». К строительству комплекса в центре поселка на месте ранее снесенных домов подрядчик приступит уже летом. Сдача объекта под ключ намечена на 2019 год. Наталья Ломанова, Александра Данилова, НВК «Саха», Зырянка.